Это цена победы над судьбой. Я эту цену почувствовал в молодости. Мне Бог дал много удивительных открытий. Но до этого Он мне кое-что тоже дал. Интересненькое. В детстве я жил ужасной жизнью. Мой отец каждый день пил, бил мать. Я страдал бесконечно. И в какой-то момент я начал смотреть в небо каждый день. Я не знаю, зачем я туда смотрел, потому что я не знал, что такое вера, что такое Бог. У меня ничего не было, никакого знания. Просто я когда туда смотрел в небо, мне становилось легче. Я почувствовал, что есть что-то такое, что дает победу над судьбой. Но это что-то такое, во что надо поверить. Нужно найти силы, чтобы эта победа в твою жизнь пришла. Нужно как-то правильно настроиться. И в какой-то момент от отчаяния я побеждал. Побежал у нас, строился город. Я жил в Тольятти, он строился. Жил на окраине. Дальше было большое поле, несколько километров, три. Потом лес. Это была зима, я бежал по этим сугробам, по полю, поэтому мне было 12 лет. Был вечер, уже восходили звезды. Бежал по этому полю, бежал. Я плакал громко, никого не было вокруг. Это просто было поле. В какой-то момент у меня не было сил уже бежать. Я упал, плакал, лежал, плакал на снегу. Потом я встал, поднял руки к небу. И я закричал не своим голосом. Это был удивительный голос, который вырвался у меня изнутри. Закричал, я готов страдать столько, сколько нужно до 28 лет. А в 28 лет я получу знание, как жить правильно. Удивительно, что в это время я говорил о себе как будто бы со стороны. Я тогда не мог понять, что произошло. Но мне стало легче. Я потом смело пошел домой. И с этого момента началось мое развитие. Я начал заниматься йогой, поститься, закаливаться. Я бегал босиком по снегу. Ну, то есть я пытался с помощью аскез победить свою судьбу. Тогда не понимая, ну, это интуитивно произошло, я не понимал, что это путь, что аскез – это способ побеждать судьбу. Веда объясняет, что есть три способа побеждать судьбу. Когда человек совершает аскезу, он постится, делает какие-то упражнения, заставляет себя. Рано утром встает, рано ложится, питается правильно. То в это время он получает силы и киногору. Силы и киногору. Судьба сравнивается с дорогой. Это и правда дорога. И в ней есть гора. Гора означает непреодолимое препятствие. Просто так не зайдешь. Но если ты совершаешь аскезы, закаливаешься, постишься, трудишься над собой, усилия совершаешь, встаешь раньше там и так далее, то тогда у тебя появляются силы идти на эту гору. И у меня появились силы жить. То есть я начал чувствовать, что я могу жить. В это время у меня появлялись силы. Я просто удалился в эти аскезы. Я совершал эти аскезы с огромной силой. Это самое первое, что человек может понять своими силами. Я понял это просто изнутри, что так надо жить. Но потом уникальное событие в моей жизни произошло. Я начал читать лекции. Где-то в 23 года о здоровом образе жизни читал лекции. И у меня было желание сильно помогать людям. Мне хотелось, чтобы люди не страдали. У меня было желание такое сильное. И в какой-то момент я понял вот эту формулу. Я желаю всем счастья. Я понял, что надо произносить все вместе это. А потом я услышал этот гимн ведический. Переводится. Я желаю всем счастья. Я желаю мира в этом мире. Я хочу, чтобы не было войны. Пускай все живые существа получат нормальную жизнь, удачу. Чтобы у них все нормально было. На кашчет дух кабак бовеет. Пусть никто не страдает. Этот гимн, ведический гимн, предназначен для всех вер и религий. В ведах описывается, что собирались люди равны духовных направлений все вместе. И они все повторяли этот гимн. Потому что поднимите руку, в чьей вере нет такого гимна. Я желаю всем счастья. Поднимите руку, в какой вере такого нет, чтобы вы желали всем счастья. И это было неправильно. В вас верят? Я не могу в это поверить. В каждой вере есть этот гимн. Просто он не обязательно так звучит. Но в каждой вере есть «Я желаю всем счастья». Везде. Поэтому люди собираются все вместе, они повторяют этот настрой. Этот настрой дает победу над судьбой. Он готовит человека к молитве по факту. Потому что если человек не настроен служить другим, отдавать счастье свое другим, то он не сможет быть верующим человеком. Верующий человек – это тот, кто хочет отдавать счастье, а не держать его внутри себя. Потому что вера в Бога означает служение, служение, отдача себя, отдача. Настоящий возвышенный человек, святой – это тот, кто не щадит себя ради помощи другим. Он часто так жить. Это его жизнь. Готовы отдавать себя другим? Может быть, и не готовы. Но аппетит приходит во время еды. Особенно, если она вкусная. Итак, первый тренинг сейчас начнется. Кому из вас сейчас очень плохо? Поднимите руку. Кто мучается бесконечно сейчас? Я вижу вас, девушка, завтра выйдите. Но сейчас выйдет тот человек, который там поднял. Вставайте. Выходите сюда. Мы не будем раскрывать, что происходит с ним. Нет смысла в этом сейчас. Я увидел эти мучения, поэтому я его сюда взял. Выходите сюда. Видите, вроде молодой человек, нормальный. А он поднял руку. Это парень, мужчина, да? Мужчины редко поднимают руку. Обычно мужчины болеют в реанимации, да? Есть три стадии заболевания женщины. Первая стадия больна. Вторая стадия очень больна. Третья вдова. Мужчины не болеют, они сразу умирают. Но если мужчина вышел сюда, значит, в этом есть смысл. Пытайтесь это понять, да? Сейчас. Вы готовы вообще избавиться от этого? Вы хотите избавиться от этого? Ну, если бы шел, да? Хорошо. Значит, мы будем делать следующее сейчас. Вы все будете повторять. Я желаю всем счастья сейчас. Под голос возвышенных людей, под хор, православный хор. Для того, чтобы ему помогло. Сейчас надо забыть про свои заботы, оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповая на чудо, спеши к нему, всегда иди, дорога ю добра. Успели перевести? Вы развернитесь ко всем сейчас. Люди должны уметь благословить друг друга, но это не самое трудное – благословить другого человека. Самое трудное – принимать благословление. Ему сейчас труднее всего. Но трудно не означает, что надо все в себя всосать. Трудность заключается в том, что ему сейчас придется вам всем желать счастья назад. И если он не сможет, значит, у него будет комок, в горле войдет, он начнет чувствовать себя таким несчастным, все ему желают счастья. Такой больной, несчастный человек. Это значит, что энергия счастья не переваривается. Ее нужно сейчас отдавать. Нужно отдавать. И реально вы сейчас увидите, что он… Концерт закончится, понимаете? Вы увидите, что он реально попал под влияние ваших благословений. И это означает, что в сердце пойдут процессы. Ему станет вот так. Он почувствует вот это, что что-то такое происходит сильное внутри. Это не то, что я сейчас делаю. Это не цирк, понимаете? Это реальное событие, которое сейчас будет происходить. Мы сейчас будем менять судьбу этого человека. Но мы все равно, вот все мы вместе не сможем это сделать. Нужны санкции, понимаете? Монахи есть люди, которые санкционированы Богом помогать другим. Эти люди, они посвятили свою жизнь служению Богу. И распознать этих людей легко. Эти люди чаще всего просто отреченные люди. Это монахи. И вот сейчас скор монахов, которые имеют санкции помогать другим, потому что они треклись от своего счастья ради блага других. Они сейчас будут петь молитву, уникальную молитву. Потому что есть молитвы, которые говорят «дай, дай, дай». А есть молитвы уникальные, которые хотят служения. Когда человек прославляет Бога, он говорит «Богородице, Деве, радуйся». Это означает, что он не хочет ничего для себя. Это уникальная молитва. Такие молитвы у всех верок есть. Когда человек такую молитву слушает или поет, Бог очень доволен. Он дает много силы для победы. Много силы. Я поэтому ее выбрал. Сейчас будет нечто интересное. Беру колоночку, подношу ближе. Потому что нет другого выхода. Надо, чтобы и меня слышно было, и хор. У нас, мы же в Европе находимся, у нас все хорошо оборудовано. Все нормально. Лина, не стесняйся, не надо краснеть. Все нормально. Мне все нравится. Я же не европейский человек. Мне нравится эта колонка. Она хорошая. Все. Пожалуйста, не расстраивайтесь. Все нормально. Все сели прямо. Вот так вы не сможете помогать вот так. Нужно сесть прямо. Вы же помогать решили? Я, по крайней мере, точно решил помогать. На меня можете рассчитывать. На сто процентов. Я буду смотреть на этого человека сейчас. А вы смотрите на них. Хорошо? И я буду включаться очень сильно в этот процесс. Потому что я знаю, что я хочу этому посвятить свою жизнь. Я хочу служить людям. Это единственный способ нормально жить в этом мире. И советую вам тоже как бы этим заняться сейчас. Попробовать, по крайней мере. Мы немножко сейчас настроимся. Потому что очень важно слушать вам этот хор. И от его имени сейчас желать счастья ему. Не от своего, а от имени этого хора. Понимаете? В их настроении. Настроение этого хора надо это делать. Забыть про себя и считать и желать счастья этому человеку просто. Я желаю... Ну, мы говорим всем, но подразумеваем его сейчас. Я желаю всем счастья. Счастье означает, что все будет хорошо. Понимаете? Будет победа. Сто процентов придет. Нет никаких сомнений. А чтобы уверенность была сильнее, слушайте звук тех, через кого льется энергия Бога. Не то, что они лучше нас. Они сейчас проводники божественной силы. Потому что они поют о Боге в это время. Понимаете? Это важно понять просто. Хорошо. Я тоже вам желаю всем счастья. У меня есть несколько вопросов. А вы помните, в каком состоянии вы выходили сюда? Ну, да, как бы. Немножко помните? Да. Давайте я сейчас буду спрашивать. У нас есть второй микрофон вообще? Нет? Ну, завтра будет, да? Может быть, будет, да? Ничего страшного. Этот медсеминар, нужно второй микрофон на этом семинаре обязательно. Завтра у нас будет много общения с людьми. Скажите, вот настройтесь вот сюда сейчас, сердце. Скажите, вот вы сейчас вспоминайте сейчас страдания, с которыми вы пришли. Сейчас вспоминайте. И скажите, поменялась ли о них память. Вспоминайте и говорите, да. Нет, просто было очень странное чувство, когда вот стою, когда вот все произносят желания, так как ветер дует через звуки, и потом стало как тепло. Ну, хорошо. Это технические моменты, это все, как энергия действует в сознании. Вот сейчас вам надо включиться в отношения со мной. Вам надо вспомнить свое страдание. Вот то страдание, с которым вы пришли. Начать о нем думать. И скажите просто ваше честное, вот честно, то, что происходит. У вас память о страдании стала спокойнее, легче или такая же, как была раньше? А вы все-таки вспоминайте, вспоминайте. Дайте мне микрофон. Видите, страдание настолько сильное, что его сознание боится туда лезть даже. Но я не боюсь, потому что я знаю точно, что произошло. Я даже остановил пожелание счастья, потому что дальше уже мы бы эту котлету, которую мы ему разжевали, мы бы начали глотать за него. Но глотать-то ему надо, понимаете, это же его котлета. Поэтому наша цель была дать возможность человеку трудиться, понимаете. Самая первая проблема и единственная, которая существует у человека в жизни, это отсутствие веры, что он может победить судьбу. Когда такая вера появляется, то сразу приходит и победа. Понимаете, уникальность ситуации каждого человека заключается в том, что психика даже боится думать о том, что приносит страдания. А сейчас я прошу его заставить свою психику об этом думать и почувствовать, думается или нет. И как думается. Потому что он сейчас не верит в то, что происходит. Абсолютно не верит. И это хорошо. Потому что когда человек не верит в то, что происходит, и при этом участвует в эксперименте, этот эксперимент является достоверным. И так вам надо вспомнить все-таки свое страдание сейчас, вспомнить, хоть и не хочется, потому что вы наполнились энергией счастья от других людей. И память ваша отвлеклась. Первый признак победы заключается в том, что память отвлекается от события. Она уже не хочет туда лезть. Но сейчас вы победитель, понимаете, а не проигравший. Возьмите свою память и вспоминайте события. Не бойтесь. Я вам гарантирую, что вы будете столкнетесь с неожиданным чувством, которое дальше вам даст победу над вашей судьбой. Теперь скажите, как поменялось восприятие. Вы сейчас вспоминаете, и какой результат? Смело говорите в микрофон, что происходит. Не бойтесь. Говорите правду. Не бойтесь. Не бойтесь. Не бойтесь. Говорите, как есть. Вот как есть, так и говорили. Просто, ну вот, как вы сказали, как бы не верится в такой эксперимент. Терять как бы ничего. Давайте, все. Вспоминайте и говорите, что происходит. Не знаю, это как-то, ну, не так страшно. Не знаю, это как-то, ну, не так страшно. А вспоминать легче стало? Боль меньше от памяти? Я даже не могу смотреть, там боли. Притупилось все? Ну, как-то. Ну, картинка такая идет. Она не такая страшная, как раньше, да? Какие-то чувства какие-то силы нет. Причем так. Приживания. Все полегче стало, да? Как-то полегче. Неожиданно, да? Сейчас, как бы, начал опознанно понимать, что я здесь, не сейчас. Супер! Счастье! Садитесь. Спасибо. Мы завтра его еще смотрим. Он сейчас ничего не понял, но это нормально. Не-не, не думайте, что он такой вот непонимающий. Это каждый человек не может сразу понять. Это же внутренний мир, понимаете? Вот он поспит с этим, переспит с этим, со всем, что произошло. А завтренько он придет и нам расскажет интересные вещи, понимаете? Которые вам объяснят, что такое жизнь. Жизнь – это не сидеть в своей конуре и смотреть телевизор. Сейчас происходит жизнь в этом зале. Мы начали жить, мы стали живыми, понимаете? Мы взяли и начали человеку помогать, все вместе. Он не может сейчас этого понять, что произошло. Смотрите, я вам могу рассказать, что он уже сам сказал. Первое, что вы должны понять, что событие, оно разрушает жизнь человека следующим образом. Слушайте меня внимательно, как это происходит. Первое, что происходит – событие приносит сильную боль. Эта боль притягивает сознание, и человек не может оторваться от этого события, он постоянно начинает о нем думать. Это означает, что событие, вот это озеро счастья, начинает сушить. Цель мы думать о событии – цель его погасить, то есть убрать это страдание. Почему мы думаем? Потому что надо убрать страдание. И вот в этом заключается заколдованный круг. Сколько человек, пока человек думает об этом событии, оно его съедает. И что такое стресс? Стресс – это когда человек не может не думать даже ночью. Он не может даже уже спать. Поднимите руку, у кого сейчас такая ситуация? Вы даже спать не можете, думайте постоянно о чем-то. Вот у вас съедает психику события, понимаете? Вы сейчас находитесь в этом состоянии. Понимаете, да? Теперь, да, понимаете, да? Теперь идите сюда. Конечно вы, а что же вы думали? Руку подняли, все, спиваться некуда. Я вам сейчас открою тайну небольшую. Маленькую такую. Но важную. Мы сейчас узнаем кое-что о ней. Ответьте мне на вопрос. А вы от себя отвлеклись? Вы вот ему помогали в это время? Нет? Я право говорю. Не отвлеклась она от себя, да? Теперь у меня еще один вопрос. А вы теперь вспомните событие-то? Событие вспомните, которое у вас вот есть, которое вам спать не дает. Вам его вспоминать легче стало или так же, как раньше? Что? Что? Что она сказала? А, все, все, я понял, 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 понял. Это нормальное русское слово. Вот. Все, понял, да, хорошо. Это означает... Все, садитесь, спасибо большое. Супер, отлично. Спасибо вам большое. У вас все будет хорошо. Я точно знаю, это не... Это не... Я сейчас объясню. Поймите такую вещь, что когда ты даже присутствуешь в том месте, в котором люди желают счастья другому человеку, но при этом ты от себя не отвлекся, боль, твоя боль, которая в тебе живет, она твою психику не направила на служение, твоя психика все равно находится в состоянии саморазрушения. Если человек находится в том месте, где другому желают счастья в это время, то несмотря на то, что он не вовлечен в процесс, его озеро все равно наполняется счастьем, и оно у нее наполнилось счастьем до той степени, что ей стало легче переносить это событие, которое она имеет в своей жизни, легче стало переносить. И она это назвала вполне конкретным словом, указывающим на это. В этом слове также есть еще одна нотка небольшая, которая придет со временем и пройдет. Эта нотка означает нелюбовь кому-то, кто вызвал эту боль. И когда стало легче, эта нелюбовь выразилась вот таким словом, что как бы мне легче, но я ему устрою. И скину маму все равно. Все нормально, все хорошо. Как бы движемся вперед, да? Мы знаем, что есть три стадии победы над судьбой. Первая стадия, человек отвлекается от события. Что значит отвлекается? Вот слово подходящее. Ему стало легче переносить события. Да? То есть он чувствует, что как бы события не так его сильно волнуют, и спать вы будете точно сегодня, сто процентов, я вам гарантирую. Сто процентов, потому что вы вспомните, как вы сюда выходили, как вы желали всем счастья, вот так. И заснете. Потому что для того, чтобы заснуть, нужно, чтобы в озере ума было хотя бы чуть-чуть счастья. Понимаете? Чуть-чуть счастья, чтобы для того, чтобы заснуть хотя бы. Когда там все иссушилось, ничего нет, тогда сон не придет. Но сейчас вы наполнились счастьем от других людей. Понимаете? Даже несмотря на то, что вы не включились в процесс, а не включились вы не потому, что вы плохая, а потому, что вам очень больно. Сила времени сейчас ввела в вас состояние, в котором каждый человек в этом мире будет находиться. Это состояние, в котором человек не может отвлечься от событий, потому что очень больно его воспринимать. Боль приковывает сознание к себе. И человек не может быть победоносным в это время. Ему нужна помощь. Именно по этой причине разумные люди, когда находятся в таком состоянии, в котором вы находитесь, они идут в храм и просто стоят на службе. А потом, когда они выходят из храма, даже если они думали о себе в это время, а не о Боге, они чувствуют то же самое, что вы сейчас почувствовали. И это состояние, как в песне поется такое. И на душе не случайно светло И не случайно весело Понятно, да? А потом, когда человек так живет, такой жизнью, у него и другие песни также приходят в его жизнь. Запомните, что счастье – это результат труда человеческого. И духовная жизнь не означает, что человек, ну, как некоторые боятся веры, они думают, что духовная жизнь – это означает что-то такое, что человека делает каким-то фанатиком, который не хочет счастья. И, ну, как бы он ненормальный человек просто. Он не понимает, что такое счастье, и оно ему не нужно. Но знайте, что если человек трудится над своей душой, то в его жизнь, в вашу жизнь, девушка, в вашу жизнь придет то, что сейчас вы услышите в песне. Придет. Я знаю события, которые с вами происходят. Да, 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 да. Да. Вот. Придет, да. Но придет как? Сначала труд сердцем, слушать голос. Я желаю всем счастья. Потом в сердце, вот то, что вы сказали, сначала успокоение – это первая стадия, то, что у мужчины пришло. Я, говорит, как будто вспоминаю это как со стороны. Что это значит? Это значит, первая стадия пришла, победа над судьбой. Первая стадия пришла. Вторая стадия означает влияние на события. Человек не просто может помнить об этом событии, а он может, повторяя «я желаю всем счастья», о нем думать и чувствовать, что он его побеждает. Представляете, уникальная ситуация. Он чувствует победу на второй стадии. Он может вспоминать вот то, о ком пофиг, и как бы прощать, прощать начинать, чувствовать, что все хорошо будет. Понимаете? Супер вообще, отлично. И потом на третьей стадии он меняться человек начинает. А это вообще чудо. Вот это и есть чудо, понимаете? Что тот, в кого ты не верил, не веришь, что ты видишь, что ничего не будет, не получится, ничего. Меняется. Судьба меняет, событие меняется, человек меняется. Слушайте песню победителя своей судьбы. Победа — это результат труда. Не могу поверить, чтобы было без счастливых дней. Когда человек чувствует победу, он чувствует также природу, начинает чувствовать силу, идущую от природы. Я хочу, чтобы дождик моросил, и чтобы гром гремел. Я хочу жить в этом мире, потому что он приносит мне силы. Он открыт для меня, для моего сердца. Открытость возникает в результате труда. Когда человек получает удар времени очередной, и боль вместе с этим ударом, он не может быть открытым. Его психика замыкается, и он вот так вот живет. Он даже боится думать об этом событии. Понимаете? Он страдает, в это время разум не работает, он не может побеждать судьбу. Чтобы победить первую стадию своей судьбы, для этого нужна помощь. Эта помощь приходит от святости, от духовной силы. И надо просто вытащить себя туда, где есть эта сила. Может быть, лекцию включить, духовную музыку, пойти туда, где люди собираются на духовные программы. Пускай это будет не ваша вера, не имеет значения. Просто примите по подарке, послушайте духовную музыку, послушайте хор какой-то, людей, которые думают о Боге. Без этой силы невозможно победить судьбу. Невозможно иметь полную чашу у судьбы своей, как он поет, если эта чаша не наполнилась душевным трудом. Понимаете? Придет время, и чаша наполняется. Не могу поверить, чтобы было без счастливых дней. Господь награждает каждого, каждого. Не надо сомневаться в своей судьбе. Надо просто трудиться. Надо слушать голос возвышенного человека и молиться вместе с ним. Таков путь человека. У нас нет другого пути. У нас осталось всего 18 минут. Я хотел бы теперь послушать вас. К сожалению, у нас нет микрофона, поэтому я буду повторять вопрос. А вам надо спрашивать только о молитве и о том, как трудиться над своим сердцем. Вам не надо спрашивать, как вылечить свою болезнь и так далее. Нам сейчас не это важно узнать. Все методы одни и те же. Я о них сейчас говорю. Нужно, чтобы вы спрашивали о главном. Как ваш вопрос? Не стесняйтесь. Да, если вы сможете громко сказать сзади. Да, 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 супер, отлично, отлично. Пожалуйста, продолжайте. Спасибо вам за этот вопрос. Спасибо большое. Вопрос такой. Когда вы повторяли, я желаю всем счастья, мне сначала внутри сжало, а потом постепенно раскрыло. Спасибо вам за этот вопрос. Вот все эти вопросы, они просто помогают мне раскрывать глубже тему. Вот смотрите, когда человеку больно, вот эти ниточки, которые жалят его, они идут от кого? От наших родственников, от людей, которые дают нам работу, от нашей страны, от всего, что связано с нашей судьбой. И когда человек не может терпеть влияние времени, а это происходит всегда, и с каждым человеком у него сердце закрывается. Это то, о чем я сегодня уже говорил. Закрывается. Он не может с этими ниточками контактировать. И это называется зажатость внутренняя, или одиночество, или депрессия, или ощущение, что жизнь пустая, что нет отношений, что мне плохо, мне одиноко, и так далее. Понимаете, да, о чем я говорю? Теперь, когда мы повторяем, я желаю всем счастья. Изнутри, из сердца, озеро сердца наполняется счастьем. А потом в какой-то момент наступает интересный феномен. Ты реально начинаешь чувствовать, что сердце сжатое. То есть ощущение, что меня сжало, это означает, что я просто понял, что там происходит. И потом дальше энергия счастья начинает раскрывать сердце и соединять его с ниточками судьбы. Что такое счастье? Означает принятие времени, существования сейчас. Счастье означает, что я готов страдать, но жить всей своей полной жизнью. Понимаете? Полной чашей своей судьбы, полной чашей хочу жить, все принимать, все, что у меня есть. И это принятие возможно, если у тебя хватает сил на это. И сейчас, когда вам повторяли, я желаю всем счастья, в этом зале стало очень много сил. Я вам могу это доказать. Психическая энергия или энергия счастья, она также имеет технический термин, который называется прама. И когда люди имеют много праны или психической энергии в своей жизни, им первый признак, им становится легче дышать. Ну-ка вдохните, выдохните сейчас. Вот здесь подышите, в зале выдохните. Чувствуйте как? Легко. Мы, может, воздуха подкачали здесь, нет? Мы подкачивали Лина или нет? Нет, мы ничего не подкачивали, здесь его меньше стало, потому что сидит много народа. А дышать стало легче. Ваше сердце раскрылось, потому что в нем стало достаточно сил, чтобы принять все, что есть в вашей судьбе. По этой причине все так произошло. А теперь вы скажите мне, а вы чувствовали вот эту закрытость, зажатость в своей жизни до этого, вот сейчас, до этого момента? Ну, как-то и нет. У вас все нормально в жизни? То есть сидит? Нормально, но. Вот теперь это криво, и у вас спокойствие. Да, у вас спокойствие сейчас. Потому что энергии на все хватает. Лекции. А? А? Я знаю, что она сказала. Я. Вы просто знаете, вы сейчас просто радуетесь тому, что происходит, у вас сердце совсем раскроется, никакой боли не будет, понимаете? Боль означает, что какое-то событие, которое действует на вас, оно все-таки немножко нажимает на вас, понимаете? А вы продолжайте, как бы, желать всем счастья. Вот сейчас после лекции идите домой, допустим. Желайте всем счастья в автобус, там, в машине, где вы едете. И у вас сердце вот раскроется само, ему будет хорошо. Я знаю, что делать. А? Не знаю, что делать. Что? Блин. Очень интересно, а уже мы учимся больше. На час больше? На час больше? То есть время... А-а-а! Простите, пожалуйста, я перепутал на час время, как бы, получается, мы с вами не 3, а 4 часа уже сидим. Все нормально. Все свободны. Желаю всем счастья. Простите, пожалуйста, люди уже уходят, кажется. Спасибо вам всем. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу, чтобы вы проверили, у меня была помена коры, и меня сейчас опять ее пристановили, но хотя еще при остановке я 3 месяца ее не носила, я не понимаю, может, мне на корни надо перейти, потому что я у вас с октября. Давайте вы к нам придете домой. Сейчас вот подойдите к Дариусу, он вам объяснит, куда приехать завтра. Завтра, да? Да, и я вас с вами пообщаюсь. А вот сколько завтра? Ну, Дарю скажете? Да, где-то в первой половине где. Ага, хорошо, спасибо. Можно вас попросить автограф Олега Геннадьевича? Очень просим. Очень просим. Залезла на коленках. Да, я на коленках стою перед вами. Не надо, на коленках, зачем на коленках? Как вас зовут? Юрия. Юрия. Нормально все, лекция хорошо? Вы знаете, я была отключена в первой части одно время. Думаю, что такое сон, не сон, что такое? Потом все. Нормально, да? Со славой. В первой части тоже, в одно время. Спасибо вам большое, что пришло. Очень, очень влияемая энергия от вас и вообще всей этой атмосферы. Спасибо. Я вам спасибо. Спасибо. Маша же, да? Нет, это мое. Мое имя и она, я пришла очень несчастная. Сейчас ухожу очень... Не очень, а чуть-чуть получше, чуть-чуть получше. И мы победим обязательно вашу судьбу, сто процентов. Я вижу, что происходит у вас в сердце. Это уже происходит у вас достаточно долго, постепенно нарастает событие, но сейчас мы будем за него возьмемся и его будем побеждать. Да. Я не понял ваше имя, пожалуйста. Йоланта. Йоланта. Или по-русски Йоланта. Нет, Йоланта, хорошо. Теперь я пишу Йоланта. Я ручку оставлю, чтобы было другим подписаться. Она слишком такая хорошая. Давайте возьмите, возьмите. Не дадут еще, возьмите, пожалуйста. варенье. Спасибо вам. Спасибо вам, рад вас здесь видеть. Спасибо. Солнце наше ясное посвятили нас. Спасибо. Эрита. Меня зовут Эрита. Две Т? Да. Он шутит, нормальный все. Нормальный. Нормальный. Спасибо. Ваша ручка же, да? Агния. Агния. Это великолепное имя. Знаете, да, что это значит? Это санскритское слово. Означает любви обильное, далищее, тепло. санскритное имя. Спасибо. 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 Спасибо, что пришли на лекции. Спасибо. Ну, Катя. Спасибо. 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 Вы готовы принять от меня ответ? Конечно. Прямо готовы. В прошлой жизни вы выпивали, но это не все. Вы в прошлой жизни начали заниматься духовной практикой серьезно. И вы попросили Бога о том, чтобы Он вам не дал лениться душой. Мы очень сильно попросили об этом Бога. Сейчас Господь вам две вещи устроил. Первое – Он вам вернул ваше пьянство назад через близкого человека. А второе – Он вас ведет путем духовной жизни сейчас. Вы не сможете избавиться от Его пьянства. Хотя уже по судьбе все должно закончиться. Пока вы не начнете заниматься духовной практикой. А как только вы начнете, вы увидите те чудеса, которые вы сможете… Вы готовы, которые вы увидите. То есть вы увидите, как это все проходит из вашей жизни. Вся эта страдания начнут уходить, когда вы опять встанете на тот путь жизни, на котором вы должны встать. Вы просто ленитесь. У вас очень ленивый характер. И вы в прошлой жизни это уже знали, поэтому Бога попросили. Не давай мне расслабиться. Он мне помогает, потому что постоянно встать на дорогу. Стратами. Это терка такая духовная, я чувствую. А что значит заниматься духовной практикой? Я – это православный человек? Вам надо делать то, что я сейчас сказал. Не важно, православные вы или нет. Вам надо просто слушать голос православного человека, молитву. И повторять ту же самую молитву. И делать это как минимум час в день. Не важно, утром или вечером. Очень важно, что утром. Очень важно, что утром. Именно утреннее время дает победу над судьбой. Можно это делать в другое время, но сил не будет больших. Утром все силы, понимаете, у человека есть для победы. С утра. Спасибо огромное. Желаю счастья вашей семье. И вам, чтобы Господь продлил ваши годы. И чтобы вы делились с нами знаниями. Вы нам очень нужны. Вы часть моей семьи. Спасибо вам. Чтобы вы знали. Спасибо вам за это. У меня семья больше немножко. И мы ждем вас каждый раз. Спасибо. 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 У меня большая жизнь деть в себя. Здесь достаточно. Я все время уже не буду. Я не знаю кого-то. Вы же женщина. Ну, я честно хочу научиться, но я подвожу людей. Женщина, она рождается для того, чтобы быть счастливой. Мужчина рождается для победы над судьбой, а женщина рождается для счастья. Как мое счастье делает несчастным других? Нет, нет, нет. Просто вы в женском теле находитесь. Женское тело означает тело, в котором присутствует расслабление. Женщина не может избавиться от расслабления, потому что это ее природа. Если она избавляется от расслабления, становится некрасивой. Мужская энергия. Я просто могу послушать его женские веды. Я это слушаю постоянно. У меня... Везде опаздываете, всех расстраиваете? Нет, не надо везде опаздывать и всех расстраивать. Надо просто понимать одну вещь, что это так действует ваша женская природа. Когда вы это будете понимать, вы будете быстрее приходить. Но при этом вы не будете сильно напрягаться. Например, моя жена тоже всегда и везде опаздывает. Она очень сильно радуется, когда я утром прихожу и говорю, моя дорогая, вставай. Уже восемь часов. Тебе пора вставать. А время семь еще на самом деле. И она когда еще ворочается, встает потом, смотрит, еще даже двадцати минут восьмого нет. И она так радуется, говорит, спасибо тебе, поднял меня раньше. Или я уезжаю, допустим. Я говорю, я уезжаю в восемь часов, допустим, утра. Надо все, чтобы было готово, собрать. Она говорит, хорошо. И она собирает все, и когда она старается, и когда время уже десять минут девятого, она говорит, мы не успеваем. Я говорю, не волнуйся, пол девятого приедет машина. Она очень счастливая. Она говорит, спасибо тебе большое. Ты так меня выручил, что мне сказал вот так вот. У меня такого человека нету, чтобы не счастлива. Мы сейчас же не о том говорим, что Бог вам должен дать для того, чтобы были счастливы. Мы говорим о том, как вам надо жить правильно, самой. И первая стадия – это принять судьбу, понять, что я нахожусь в женском теле. Что это хорошо. Поднимите женщины руку, которые не опаздывают. Никогда. Поднимите руку теперь, которая опаздывает. Женская природа означает расслабленность. Иногда женщина может это победить, как вы, но чаще всего нет. Женская природа означает расслабленность, и это хорошо. Она дает красоту, расслабленность женщине. Женщина не должна становиться мужчиной. Но если вы поймете, что так действует ваша женская природа, вы примите время, значит, примите судьбу, да. А следующий этап будет такой. Вы все будете говорить, ну, давай немножечко побыстрее, моя хорошая. Ну, чуть-чуть, вот чуть-чуть, чтобы не подводить людей. Потихонечку пойдем быстрее, давай, давай. И все, и вы с удовольствием будете не опаздывать в результате. Но сначала не надо бунтовать, а принять просто свою женскую природу. У меня тут вопрос, на самом деле, только недавно начало волноваться, когда я уже поняла, что попали везде. То есть до этого мне было все равно, а потом я поняла, что людей расстраиваю. А вы не расстраивайте людей, вы примите, что вы женщина. И всегда, и всегда знайте, что вы всегда и везде будете обязательно опаздывать. И поэтому, чтобы не опаздывать, надо чуть-чуть быстрее. Не слишком сильно, потому что я все равно же женщина. Ну, чуть-чуть быстрее. Леша, спасибо. Геннадьевич, можно я спрошу? Я без вопросов, я Алина. Алина. Я на вас нашла в ютубе, тогда мне очень трудно было. Считала, смотрела ваши женские веды, отношения мужчин к женщинам. Когда я это слушала, когда мужчина говорил мне, ты слушай, слушай, потому что ты добрее становишься. Так я теперь желаю всем женщинам это делать. И я постоянно учусь от вас. Спасибо вам. Мое имя и маме. Я с вами уже 7 лет. И все никак у нас, ничего. Ни мы вместе, ни мы не вместе. Вы сейчас мне пожаловались или сказали объем своей работы, своей души? Нет. Просто как-то вот... Ну, никак. Мы не сходимся и все. Ну, это что это значит? Это я, может, все скуму. Нет, ничего не плохо, все хорошо. Ничего не плохо вообще, все хорошо. Просто это объем работы вашего сердца. Вот столько труда. Вы, причем, этот объем оцениваете неправильно. Вы говорите, мы не сходимся. Вы сходитесь просто медленно. Вот вспомните 3 года назад. Вы не могли уже общаться и встречаться с ним так, как сейчас это делаете. Уже продвинулась ситуация. Вы уже ближе друг к другу стали. Вы уже ближе друг к другу стали. Уже. 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 Уже.